И женщины, и мужчины, и дети, все собираются, все в рамках религии, естественно, происходит, и какие-то подарки детям, какие-то происходят конкурсы, какая-то праздничная атмосфера. Если бы ко мне кто-то пришел и сказал бы, вот мне хочется узнать, как тогда было, посоветуешь ты посмотреть фильм Варламова? Я скажу нет. Но в целом я бы не сказал, что там прям этот сам весь фильм лживый. Вопрос к зрителям, подскажите, кто знает, как впечатлить немку, особо не тратясь. Слушай, загугли это, я думаю, там ты найдешь ответ. Следующий праздник мусульман, это будет праздник чертоприношения Курбан-Байрам. Он наступает обычно после Айд-Аль-Фиттера, называется Айд-Аль-Адха. Очень важно, чтобы мы, особенно те мусульмане, находящиеся за пределами, которые не живут, вынуждены не живут у себя на родине, наши дети воспитываются в немусульманской среде. И очень важно, чтобы мы еще больше усердия прилагали для того, чтобы наши дети приучались к тому, что это их праздник. То есть создавать праздничную атмосферу для детей, дарить им какие-то подарки. Если какие-то вещи, например, дома мы можем не делать, потому что, в принципе, мы же знаем, как происходит, например, в Чечне. Это праздник, который останавливает вообще жизнь в республике у нас. В этот день все куда-то едут в гости, поздравления, разъезжают по всей республике, посещают друг друга. То есть дети видят эту атмосферу так или иначе. Они видят, что все их к собой берут, там отцы берут с собой детей, едут к родственникам. То есть даже если они захотят вообще абстрагироваться от всего этого, они все равно не получатся. То есть ты не убежишь от этого праздника у нас дома. А когда ты находишься за пределами, тут совершенно иная, ровно обратная ситуация, когда никакой атмосферы здесь, конечно же, не бывает. И вот поэтому нужно создавать эту атмосферу. Я, честно говоря, обрадован тем, как здесь люди организовываются в Европе, в разных городах, коммунах, как живут. Мусульмане скидываются в этот день, арендуют какие-нибудь площади. Кто-то там, например, ресторан, кто-то большой дом, допустим, с кухней. Там бывает, типа, для конференций, например, какие-то залы, дома торжеств какие-то. Они скидываются, арендуют. Чтобы не ездить друг к другу, здесь это сложнее. Особенно, когда, например, в северных странах люди живут, здесь это еще сложнее. Если в Бельгии, например, ладно, Бельгия небольшая. В принципе, плотность населения и плотность проживания чеченцев, допустим, они не сильно разбросаны. То в северных странах Норвегия, Швеция, Финляндия это проблемно. Поэтому это очень хороший такой способ всем собраться в одном месте, где-то по коммунам, чтобы ближайшие, проживающие в ближайших городах, населенных пунктах, люди могли приехать все в одном месте. И женщины, и мужчины, и дети, все собираются. Все в рамках религии, естественно, происходит. И какие-то подарки детям, какие-то происходят конкурсы, какая-то праздничная атмосфера. И дети привыкают к этому, то есть им прививается, что это главный праздник мусульман. Соответственно, они вырастут на этом, они будут знать, что два раза в году. Ну, это радостные дни. Дети же, когда растут, они же вообще запоминают события по своим ощущениям. Ты, если, например, в какой-то день ты даешь сладость этому ребенку из года в год, в один и тот же день, то он начинает ждать этого дня. То есть он знает, что в этот день он сможет покушать сладость, и приятные ощущения будут у него вкусовые. То есть он к этому привыкает. А если ему еще дают какие-то подарки, это вдвойне приятно, и это становится такой практикой, прививается. Соответственно, дети на этом вырастают, они начинают также продолжать эту традицию уже в отношении своих детей. Поэтому это очень важно. Я призываю тех мусульман, которые, может быть, если есть такие, и которые халатно к этому относятся, может быть, не празднуют, может быть, не уделяют внимания, не дарят подарки детям, не прививают детям праздничную атмосферу. Я призываю к тому, чтобы вы это делали, и ни в коем случае не оставляли эту хорошую традицию. Абхаз. Вопрос к зрителям. Подскажите, кто знает, как впечатлить немку особо не тратить? Слушай, загугли это. Я думаю, там ты найдешь ответ. Так, Япон еще написал. Абхаз, зови ее на свиданку только ночью, в это время все кафе и рестораны закрыты, не нужно тратиться, а она будет думать, что ты просто романтик, благодарить не нужно. Ну, смотри, Абхаз, тут я не ожидал, что тебе здесь подскажут, как действовать, но, видишь, и у Япона, оказывается, есть информация, как надо. Абхаз. Япон, ты явно прошаренный. Спасибо. Просто столкнулся с проблемами в отношениях. То ей друзья мои не нравятся, то родители. Абхаз, я не гуру семейных отношений, но скажу так, ты не переживай, женишься на ней, и у тебя не будет друзей. Я чувствую, Япон со знанием дело говорит. Тумсо, ты веришь, что дома в Волгодонске и Москве взрывали Кавказцы, Карачаевский жамаат? Сделай про это видео, а то ничего не понятно, и нам некому верить. Слушайте, про дома, про взрывы домов. Немало сделано видео с самими российскими аналитиками, журналистами. Поэтому, я думаю, достаточно просто посмотреть. Даже посмотрите вот того же Милова, при всем моем неуважении к этому человеку, но в вопросах вот этого, этих взрывов, рязанского сахара, всей этой истории, он там очень правильно дает расклад, на самом деле. «Твое мнение о фильме Варламова «Ачара И» он назвал туда его диктатором. Также гости сказали об этом. В общем, Рабсия – пропащая страна без права на существование». Я смотрел этот фильм Варламова. Понятно, что он, конечно, там и в хронологии он немножко приводит немножко неверно. Понятно, что он там свои интерпретации добавляет. Но в целом, я бы не сказал, что там прям этот сам весь фильм лживый. То есть какие-то там моменты, да, есть. Но в целом, особенно по России, там… Короче, если ты знаешь историю, если ты сам владеешь, то когда смотреть и анализировать можно. Если ты не знаешь, если бы ко мне кто-то пришел и сказал бы, вот мне хочется узнать, как тогда было, посоветуешь ты посмотреть фильм Варламова? Я скажу нет. Нет, точно нет. Но если ты знаешь, как было, просто посмотреть, что он говорит, то да, здесь можно. Субтитры создавал DimaTorzok